Сегодня массовые демонстрации трудящихся на 1 мая ушли в прошлое, однако по-прежнему этот день остается радостным весенним праздником, когда брещане встречаются в городском парке, чтобы хорошо провести время с друзьями и близкими. Основное же внимание в этот день было приковано к эстрадной площадке. Здесь звучала музыка, добрые слова и поздравления в адрес профессионалов своего дела в самых различных сферах. Это заслуженные поздравления, потому что люди трудились, люди достигали своим трудом определенных высот. И, конечно, всем приятно, особенно в такой хороший весенний день, когда хорошее настроение получить заслуженные награды. Ну и, конечно, пусть это хорошее настроение, которое сегодня, вот этот заряд позитива, бодрости, пусть он продолжится в целом на 2022 год. Сегодня будем награждать брещан, потому что они действительно заслуживают этого. Благодаря их труду наш город Брест становится краше, уютнее, здесь комфортно жить нашим трудящимся. Он успешно развивается. И у нас такой есть профсоюзный лозунг «Мы вместе», а у Рогачука Александра Степановича, я знаю, есть лозунг, который касается Бреста. Так вот, если их попытаться объединить, лучше Бреста нету места и лучше в Бресте жить нам вместе, потому что вместе мы сила. А труд, конечно, нас объединяет, стремление сделать наши города, наши регионы еще лучше и успешнее. Профсоюзного знака Пашаны был удостоен первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вячеслав Метлицкий. Почетными грамотами отмечены ветеран педагогического труда средней школы номер 15 Галина Петровна Волкова, а также врач-хирург Василий Иванович Сачек. Невзирая на свой почтенный 93-летний возраст, Василий Иванович до сих пор работает в хозрасчетном отделении Брестской городской поликлиники номер один. Среди награжденных – ректор Брестского государственного университета имени Пушкина Анна Сендер. Человек, который показывает пример своим трудолюбием и оптимизмом, ведет за собой молодежь и вдохновляет педагогов. Каждый из этих людей отдал долгие годы выбранному делу и точно знает рецепт трудового успеха. Надо любить свою профессию, относиться честно, добросовестно к людям. Вот и до сих пор я еще, так сказать, немножко работаю хирургом, но уже не оперирую, потому что уже время прошло. Я хочу, как сегодня, учитывая сегодня праздник большой, хочу всех брыщать в городе нашу, поздравить с этим профессиональным праздником 1 мая и пожелать им крепкого здоровья. Я хочу сказать, когда мы проводим анкетирование наших преподавателей, то 75% на вопрос, почему вы работаете в университете, назвали замечательный психологический климат. Вы знаете, мы очень этим дорожим совместно с профсоюзной организацией. Когда людям комфортно работать, это важно, ведь счастливый человек это тот, кто утром с удовольствием идет на работу, а вечером с удовольствием идет домой. Я хочу поздравить всех жителей города Бреста, своих коллег и преподавателей, и студентов, и сотрудников с праздником 1 мая. Пожелать им здоровья, успехов. Очень долго, даже пенсионерка, я работала педагогом, ну и очень приятно, что сегодня такой праздник, то, что увидели меня, то есть вспомнили обо мне и приглашают меня на это мероприятие. Всего в этот день со сцены прозвучали именно 22 человек, которые внесли значительный вклад в процветание своей отрасли, а значит в развитие нашего города в целом. Хочу сегодня поблагодарить каждого, кто не боится работы, кто своим ежедневным созидательным трудом создает будущее страны и будущее своей семьи. Пусть работа вам будет в радость, пусть каждый день несет заряд бодрости и оптимизма. Дорогие наши, уважаемые ветераны труда, ветераны профсоюзного движения, профсоюзные активисты, спасибо за добросовестный многолетний труд, за вашу активную жизненную позицию, за профессионализм. Пусть праздник 1 мая для многих вызывает ностальгию по прошлому, но и сегодня профессионализм и добросовестный труд каждого человека – это то, из чего складывается наше общее будущее. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, телекомпания Буктова.